Уральский Трубник будет принимать команду Кировец из Уфы. Пойдем пробовать. Вот она зима уральская. Солнечная. Кто же сильнее в этом матче был? Уральский Трубник или Кировец? Романтика! Приветствую, с вами Ваня Романтика и это мой влог про нишелиговый футбол, граундхопинг, фанатизм и все, что с этим связано. Не первый год в межсезоне, я стараюсь разнообразить контент и посещать другие виды спорта, например, хоккей с мячом или просто хоккей. Так что сейчас вы увидите мою вторую часть путешествий по Зимнему Уралу. Приятного просмотра. Погнали! Новый день мы начинаем снова с дороги и сейчас мы отправились в город, который располагается недалеко от Екатеринбурга под названием Первоуральск. Но сначала приехали посмотреть вот на вот эту вот стелу. Эта стела обозначает условное разделение Европы и Азии. Такие стоят по всему Меридиану. Ну вот мы заехали культурно просветиться и увидеть одну из них. Вторую я видел в Оренбурге. Не знаю, может где-то еще сталкивался, уже честно не помню. Ладно, едем в Первоуральск. Сегодня мы будем смотреть хоккей с мячом. Местная команда «Уральский трубник» будет принимать команду «Кировец» из Уфы. Вперед! Добрались до центра и первым делом мы идем не гулять, а идем кушать. Будучи на Урале, надо обязательно попробовать пельмени. Вот, собственно, парни, с которыми мы приехали, сказали, что сейчас мы идем в пельменную. Или, как ее называют здесь на сленге, пельмешка. Будем пробовать пельмени. Мы пришли в кафе с интересным названием «Уральские пельмени». Судя по количеству стикеров, оно пользуется популярностью у приезжих фанатов. Расположенное в центре города кафе, к моему удивлению, встретило нас интерьером какого-нибудь придорожного заведения где-то на трассе и дельфинами на барной стойке на фоне новогодней елки, что довольно колоритно, согласитесь. Меню с демократичными ценами. Нас, естественно, интересовали уральские настоящие пельмени. В лучших традициях современных ресторанов ты можешь заглянуть и понаблюдать за процессом готовки блюд на кухне через небольшое окошко. Ну, а потом на стойке выдачи тебе выдают заветные пельмени. Пойдем пробовать. Вот такая вот порция со сметанкой. Сейчас будем тестировать. Вкусно. Только я забыл бульон. Аккуратно с гимном мы заходим на территорию стадиона Трубник. Вообще билет стоит 100 рублей. Мы же сюда зашли по аккредитации прессы. Я заранее написал человеку, который работает в клубе. Большое ему спасибо за то, что предоставил нам аккредитации. Идем смотреть хоккей с мячом. Первый хоккей с мячом в этом году. Уральский Трубник против Кировца. Мы сейчас находимся на матче Суперлиги. Уральский Трубник занимает 12 место. Кировец занимает 13 место. Получается игра за 6 очков. Уральский Трубник уже вышел вперед. Первый мяч они забили практически в самом-самом начале. Мы еще не успели зайти на трибуну. Когда услышали, как местные зрители начали радоваться. Так что 1-0. Смотрим дальше. Я уверен, что среди зрителей есть любители советской архитектуры. Советских стадионов. И если вы любите посещать такие места, то вам обязательно надо приехать в Первоуральск. Просто посмотрите на вот эту сохранившуюся архитектуру. Ротонды по краям. Центральное здание. Ну и конечно за деревянные лавочки. Знаю то, что в Первоуральске есть и футбольная команда под названием Динур. На 100% уверен, приехав еще раз в Екатеринбург. Ну и в целом на Урал. Я постараюсь попасть сюда, но уже на футбол. Чтобы посмотреть на этот стадион не в снегу. Отдельный бонус ожидает посетителей за трибуной. Ну или перед. Вот такая раскрашенная статуя. Что примечательно в летней форме. Интересно, не холодно ли сейчас футболисту. Жалко конечно, что такой артефакт остался всего один. Раньше вдоль поля располагались еще и другие фигуры спортсменов. Добавляя антуражи стадиону. Вообще стадион явно пользовался популярностью у посетителей. За свою без малого 70-летнюю историю. Построенный в 1955 году. К настоящему времени он вмещает 6000 человек. Думаю, и ранняя вместимость была в том же диапазоне. И со временем не сильно изменилась. Нельзя не отметить погоду, с которой нам сегодня, как я считаю, повезло. Светит солнышко, заливает лед своими лучами. Конечно, есть ветерок, который когда дует, то довольно ощутимо. То, что на улице не май месяц. Но все равно. Зато нет никакой метели, снега и так далее. Настроение все-таки от солнца подымается сразу в лучшую сторону. При Уральске есть свой маскот. Его зовут Шайтан, судя по надписи на его спине. Это соболь, который изображен как на гербе города, так и на эмблеме команды. Покопавшись в глобальной интернет-сети по теме возникновения столь необычного прозвища у талисмана, мы вплотную подбираемся к истокам возникновения первого поселения на месте Первоуральска. В 18 веке здесь начинает функционировать Васильево-Шайтанский завод. Сохранились исторические кадры его территории. Но вот в наши дни увидеть его своими глазами не получится. Так как сейчас на территории построили новое здание, которое во всех путеводителях проходит как достопримечательность, потому что оно выглядит в виде шайбы. А по насыщению это инновационно-культурный центр. И вот как раз несохранившийся завод был построен на слиянии двух рек. Одна из которых называлась и называется до сих пор Большая Шайтанка. Сейчас в черте города она преобразовалась в большой пруд. Точнее вообще их два, нижний и верхний. Вот как раз нижний находится прямо рядом с шайбой. Сейчас конечно пруд заснежен, поэтому он больше напоминает поле. Ну и кстати там как раз до появления стадиона Трубник проводили свои матчи местные команды хоккея с мячом. Вау! Я заснял, я заснял! Ешь, я себе! Вот это галайба, блин, вуду! Как-то в процессе съемки я пропустил, что Кирович забил два мяча. Но зато не пропустил, как уральский Трубник сравнял счет. 2-2. Тридцатая минута первого тайма. Вот она зима уральская. Солнечная. В смысле первого тайма? Уже первый тайм закончился так быстро? Что-то я даже в шоке. Закончился первый тайм. Больше забитых мячей мы не увидели. Солнечный 2-2. Идем сейчас вроде как греться в какой-то обогревочный пункт с местными ребятами. Интересные саундтреки играют в перерыве. Надо за шазами спить. Все-таки что ни говори, как влияет погода на восприятие. Если бы сейчас даже хотя бы солнца не было, было бы просто пасмурно и морозно, наверное, настрой был бы не таким. Но вот за счет солнышка прям хочется попрыгать, повеселиться, посмеяться. Но и погреться сейчас хочется в первоначальной степени все-таки. Обошли мы стадион наполовину. Вот такой вот вид открывается отсюда на трибуну. А за спиной здание явно сверстник всего стадиона. Сейчас там располагается административный корпус и раздевалки команды. Вот сюда вот убежали команды, ну и мы, собственно, погреемся. Опа. Фаена встречают по две стороны. Плакаты с составом команды и тренерским штабом. Ну и там же мы видим эмблему с годом основания клуба. Вообще Бенди появилась здесь немного раньше, но официальной датой принято считать все-таки 1937 год. Несмотря на свою большую историю, Уральский Трубник совсем недавно добился самого наивысшего достижения. Это бронзовые медали чемпионата России. Было это в 2019 году. Там же ФАЕ, кстати, нам подарили программку. Она была сдвоенная на матч сегодняшний. И через несколько дней Уральский Трубник будет встречаться с Родиной из города Киров. Вообще было бы логичнее, чтобы Кировец была командой из Кирова, ну а Родина, например, команда из Уфы. Как вы думаете, напишите в комментариях. Ну а потом предложили проследовать в одну из раздевалок, чтобы испить чаю. Разумеется, мы согласились. Как вы понимаете, после морозного первого тайма от такого не отказываются. Зашли в одно из помещений, в одну небольшую раздевалку. И здесь можно сразу увидеть еще и небольшой музей в виде губков. Сейчас посмотрим, что там такое. Ну что, перерыв подошел к концу. Возвращаемся к игре. Немножко погревшись, вернулись обратно на трибуну. Начался второй тайм. Счет пока не изменился. Команды только поменялись воротами. Если первый тайм смотрели с одной стороны трибуны, то сейчас встали с другой стороны трибуны. Будем с этого ракурса наблюдать за перипетиями матча. Все, что сейчас напоминает о фанатизме в Первоуральске, это баннеры. Правда, какие-то рекламные, скорее всего. Развивающиеся на протяжении всей трибуны. Хотя стоящий кучками на ней народ иногда что-то и покрикивает слаженно. Все-таки фанатами в классическом понимании назвать довольно сложно. Однако, если отмотать пленку лет на десять назад, то можно было увидеть Первоуральский фан-сектор. Более серьезной информации найти про него сложно. Можно только довольствоваться фотографиями, где видно, что парни имели свои баннера и жгли пиротехнику. Но сейчас ничего такого я не встретил. Так, пока на поле ничего интересного не происходит, сфокусируем взгляд на вышки. И там вот я вижу то, что мужчина работает сваркой. Интересно, какой у него оттуда вид открывается. Парни из спортшколы оприходовали забор и почему-то усердно роют в снег. Вот такое вот интересное занятие. е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-ое-е-е-е-е-ее-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е... Мух-хam пиротехнику бюхи... Третий мяч метает ворота Кировца. 3-3. У нас осталось 10 минут до конца матча. Я думаю, это будут интересные 10 минут. Итак, давайте подведем итоги конкурса, который мы анонсировали в прошлом выпуске. Сейчас перед собой вы видите список участников. Переходим в рандомайзер, вбиваем нужное нам количество участников, нажимаем кнопку сгенерировать и получаем победителя. Поздравляю, напиши мне, пожалуйста, ВКонтакте. Возвращаемся обратно. Как сказал диктор на стадионе, матч окончен. Счет 3-3. Не увидели мы больше забитых мячей. И не узнали, кто же сильнее в этом матче был. Уральский Кругник или Кирилец. Ладно, едем в Греция. Сейчас едем обратно в ЕКБ. Спасибо, что досмотрели до конца. Таким вот небольшим получился этот влог. Если он тебе понравился, обязательно поставь лайк. Подпишись на канал, жми на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Большое спасибо всем тем, кто репостит эти видосы в соцсетях. Благодаря вам аудитория этого канала растет. И у меня появляется стимул все больше и больше ездить по различным стадионам. Все это дело снимать на камеру. Скоро у меня наступает отпуск, поэтому у меня есть несколько задумок, где же его провести. Естественно, я возьму с собой камеру, поэтому не прощаемся. Ух! Это было неприятненько.